Для этого опыта нам потребуется аккуратно запыленное зеркало. Насыплем на тарелку муку, легонько подуем и частички муки равномерно покрывают его поверхность. Сядем в двух метрах напротив зеркала и посветим на него фонариком. Какая удивительная картина нам открылась. Кроме отражения фонарика мы видим параллельные цветные полосы. Если пошевелить фонариком, эти полосы меняют свою ширину и расположение. Вторая сторона нашего зеркала является вогнутой и с ней мы можем получать еще более выразительные картины. Первым эти цветные полосы наблюдал и описал в своей оптике Исаак Ньютон. Он понял, что это явление связано с рассеянием света на пылинках и когда такой рассеянный свет отражается от задней поверхности зеркала, какие-то из отразившихся лучей выходят из зеркала, а какие-то не выходят. Но объяснить это явление Ньютон еще не мог. Это сумел сделать через сто лет его соотечественник Томас Юнг на основе развитой им волновой теории света. Однако названо это явление по имени бельгийского ученого Адольфа Китле, что иллюстрирует действие закона Арнольда, согласно которому ни одно явление не называется по имени его первооткрывателя. Для наблюдения колец Китле можно также воспользоваться фотоаппаратом со вспышкой. Если зеркало чистое, никаких полос нет. А такая картина получается, когда зеркало засыпано мукой. Как же хаотически насыпанные на поверхность зеркала пылинки могут давать такую упорядоченную картину? Нарисуем схему хода лучей. Луч, изображенный красным цветом, диффузно рассеялся на пылинке, после чего какой-то из рассеянных лучей, отразившись от зеркальной подложки и преломившись на поверхности стекла, попал в интересующую нас точку экрана. Луч, изображенный синим цветом, преломился на поверхности стекла, отразился от зеркальной подложки, снова прошел через стекло, попал на ту же пылинку и только теперь диффузно рассеялся на ней, причем один из рассеянных лучей попал в ту же точку экрана. Распространяющиеся вдоль этих лучей волны являются когерентными, потому что они созданы одним и тем же источником. Эти волны интерферируют, усиливая или ослабляя друг друга в зависимости от разности хода. Усиление дает яркие полосы, ослабления темные. Фонарик излучает свет в широком спектре, интерферационные полосы для разных цветов накладываются друг на друга и дают характерную радужную картину. Чтобы увидеть интерферационную картину для монохроматического источника, заменим фонарик лазером. И вот мы видим на экране те же самые интерферационные полосы. Но развернем зеркало так, чтобы лазерный луч попадал на него под прямым углом. И интерферационная картина приобрела вид концентрических колец. Именно этот узор называется кольцами Китле или диффузионными кольцами Ньютона. Измерив радиусы колец и расстояние от зеркала до экрана, можно с высокой точностью рассчитать толщину зеркала. Этим способом воспользовалась команда школы Пифагора при решении задачи турнира юных физиков лазерный штангенциркуль. Субтитры создавал DimaTorzok